Привет, ребята! Я свинка Пеппа. Сегодня мы с вами будем читать очень интересную сказку, которая называется «Волк и семеро козлят». Садитесь поудобней и давайте начнем читать! Волк и семеро козлят. Жила-была коза с козлятами. Уходила коза в лес, есть траву шелковую, пить воду студеную. Как только уйдет, козлятки запрут избушку и сами никуда не выходят. А воротится коза, постучится в дверь и запоет «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отваритесь! Ваша матушка пришла, молока принесла, бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сыру землю». Козлятки отопрут дверь и впустят маму, а она их покормит, напоит и опять уйдет в лес. А козлята послушно запрутся, крепко-накрепко. Волк подслушал, как поет коза. Вот раз коза ушла, волк побежал к избушке и закричал грубым голосом «Вы, дедушки, вы, козлятушки, отопритесь, отваритесь! Ваша матушка пришла, молока принесла, полны копытца водицы!» Козлята ему отвечает «Слышим, да только не матушкин, это голосок! Наша матушка поет тонюсеньким голосом, наша матушка не так причитывает!» Волку делать нечего, пошел он в кузницу и велел себе горло перековать, чтобы петь тонюсеньким голосом. Кузнец ему горло перековал, волк опять побежал к избушке и спрятался за куст. Вот приходит коза, стучится «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отваритесь! Ваша матушка пришла, молока принесла! Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сырую землю!» Козлята впустили мать и давая рассказывать, как приходил волк и хотел съесть. Коза накормила, да напоила козлята и строго-настрого наказала, кто придет к избушечке, станет проситься грубым голосом, да не переберет всего, что я вам причитываю, дверь не отворяйте, никого в избушку не впускайте! Только ушла коза. Волк шасть к избушке подкрался к самой двери, постучался, да и начал причитывать тонюсеньким голосом «Козлятушки, ребятушки, отобритесь, отваритесь! Ваша матушка пришла, молока принесла!» Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка во сырую землю! Козлята отворили дверь, волк кинулся в избу и тут же всех козлят проглотил. Только один козленочек схоронился в печке. Приходит коза к избушке, сколько ни звала, ни причитывала, никто и не отвечает, видит дверь отворена. Вбежала в избушку, а там нет никого, заклянула в печь и нашла одного козленочка. Как узнала коза о своей беде, как села она на лавку, начала горевать, горько-горько плакать. «Ох вы, мои козлятушки, на что вы отпирались, на что вы отворялись, злому волку доставались!» Услыхал это волк, входит в избушку и говорит козе, «Что ты на меня наговариваешь, кума? Не я твоих козлят проглотил, полно горевать да плакать! Пойдем лучше в лес погуляем!» Пошли они в лес, а в лесу была яма, а в яме костер горел. Решила коза обхитрить волка. «Давай!» — говорит коза. «Попробуем, кто сумеет перепрыгнуть через яму!» Коза перепрыгнула, а волк прыгнул, да и упал в горячую яму. Брюхо у него от огня лопнуло, козлята оттуда выскочили, все живые, да прыг к матери. И стали они жить-поживать по-прежнему. Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец! Ну что, ребята, понравилась вам сказка? Да, очень интересная сказка. Самое главное — запомнить, что никогда и никому чужому двери открывать нельзя. Лучше всегда звать родителей. А с вами был Конфетки ТВ. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова